У Сенова не перевелись на алматинских дорогах. Еще один лихач погубил жизни. Виновник аварии за руль сел в изрядном подпитии, да к тому же и под воздействием наркотиков. Теперь он находится в изоляторе, а полицейские восстанавливают подробную хронологию смертельного происшествия. Глядя на эти груды металла, даже представить страшно. Как только людей в этих машинах не разорвало на части. Неужели кто-то еще мог выжить? Двоих смерть настигла прямо на месте аварии. К счастью, шестерым пострадавшим удалось спастись. Они в шоковом состоянии с переломами поступили в больницу. Но врачей особенно беспокоит состояние троих. Двое из них госпитализированы. Тяжелая сочетанная травма в отделении реанимации. Проведен скелет на вытяжение манипуляция противошокового мероприятия. Планируется отсрочен на порядке проведения операции по оси синтез бедренной кости и плечевой кости. У третьего пациента был травматический вывих головки бедренной кости. В приемном покое вправлен вывих, после чего госпитализирован травматологический отделение. О том, что произошло здесь прошлой ночью, напоминают осколки автозапчастей, покосившийся рекламный щит и поврежденное дерево. Несмотря на то, что это жуткое происшествие произошло глубокой ночью, нашлись очевидцы в деталях, рассказавшие, как несколько машин в буквальном смысле раскидало по всей улице. А все потому, что 20-летнему алматинцу после распития спиртного и наркотиков захотелось приключений. И ведь никто и ничто не остановили молодого лихача. Он сел за руль и рванул навстречу смерти. На полном ходу выехал на красный сигнал светофора и врезался в другое авто, которое от удара откинуло к столбу. А БМВ виновника выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся еще с двумя авто. Водворили его в изоляторе временное содержание. Он сейчас там находится под арестом. Будут назначены соответствующие экспертизы, но вина водителя БМВ тут уже и без экспертиз, как говорится, очевидно. Законодатель предусматривает лишение свободы свыше 12 лет. На сей раз, по всей видимости, наезднику-убийце не удастся уйти от настоящего наказания, отделавшись несколькими месяцами заключения и штрафом. В противном случае Усеновщину на алматинских дорогах не победить и смертность не остановить. Талгат Куспаев, Валентин Лобанов, Нурдавлет Джексыбаев. Итоги дня Алматы.